Парикмахерские услуги сегодня, как и всегда, нужны практически всем. Но не настолько они доступны, как кажется. Я делю всех нынешних мастеров на две категории. Работают в стационарном салоне красоты, парикмахерской, обычно это помещение на первых этажах жилых домов или в муниципальных комбинатах бытового обслуживания, в торговых центрах парикмахерши редко встречаются, потому что там высокая арендная плата. Приезжают на дом, обычно самые нераскрученные, доморощенные мастерицы. Пробовала на вкус я и первых, и вторых. Первые неудобны тем, что к ним обычно нужно записываться заранее, обычно за 2-3 недели. При этом нужно еще согласовать время, чтобы и у меня на это время не было мероприятий, и у парикмахерша смена подходила. Проблема Если интересующий вас салон красоты находится далеко от вашего дома, то до него нужно добираться, но это еще не самая большая. Проблема Самая большая проблема для меня, это то, что хорошие мастера обычно считают, что их обслуживание должно быть не просто на уровне, а на высшем уровне. Другими словами, навязывают свой сервис, моют голову, зачем, если я ей могу и дома заранее помыть. Тем более дома мне это делать удобнее и безопаснее, делают укладку, зачем, если я сейчас надену шапку и вся ваша укладка превратится в 3D-блин, не дай бог, обрызгают лаком для волос. Я после посещения салона обычно иду домой и тут же смываю с головы все лишнее, весь навязанный мне сервис, тем более накопившуюся чужую грязь с расчески общего пользования. У приходящих на дом парикмахер другая проблема, в большинстве своем это мастера без имени и чаще всего без квалификации. Ведь ни для кого не секрет, что идти по квартирам стричь волоса идут люди не от хорошей жизни. Второй их недостаток, их трудно выпроводить потом из дома, не всех, конечно, но встречаются такие экземпляры. Если в салоне я поднялась в кресло и пошла, то здесь нужно подбирать вежливые слова, что, мол, чаю не предлагаю, и без вас некогда. Еще один недостаток обслуживания клиентов на дому, не у каждого человека дома подготовлено рабочее место парикмахера. Не у всех есть большое зеркало посередине стены. Не у всех подходящее освещение. Если стричься в комнате, там обычно лежит ковер и не очень хочется ронять на него обрезки волос, потом из ковра не выковыряешь. Стричься в коридоре, помимо плохого освещения это означает мешать всем остальным членам семьи проходить на кухню или в туалет. Кроме того, не у всех в коридоре найдется розетка для фена или другой парикмахерской техники. Где же золотая середина этого сервиса? Чтобы это был высококлассный салон без очередей, рядом с домом, но не дома. На Западе многие мастерицы парикмахерского искусства стали осваивать передвижные методы работы, превращая в салон красоты внутренность автобуса или трейлера. Не могу знать, насколько это дорого и трудно сделать, но многие с этим справляются. Например, посмотрите, как превращала в модный салон красоты старый трейлер, найденный на свалке, одна молодая предпринимательница. Она решила превратить в свой салон красоты. Предпринимательница отвезла трейлер в автосервис. Там его сначала отполировали снаружи. Затем рабочие начали преобразовывать внутренности трейлера. Начали устанавливать новую мебель. Установили под потолком стильное освещение. В общей сложности, на превращение старого трейлера в модный салон красоты потребовалось 4 месяца. И сегодня он не пустует. Свадьба – это такое хлопотное мероприятие, когда не досуг идти к мастеру в его салон, пока дойдешь обратно, сложная прическа может сникнуть. Самый лучший вариант – пригласить мастера к себе. Тем. Более что прическа понадобится не только невесте, но и всей Е.Е.С.Вите. Аналогично подобные мобильные салоны красоты могут быть востребованы на корпоративах, на массовых городских мероприятиях, на частных вечеринках. И чем еще хорош салон красоты в автобусе, он является ходячей рекламой. Он пока едет от одного клиента к другому, сам себя рекламирует. В России есть несколько бизнесов, которые тоже называют себя мобильными салонами красоты. На самом деле это не салоны на колесах, а приходящие на дом самостоятельные мастерицы, объединенные одной вывеской. Я прочитала несколько историй становления и раскрутки подобного бизнеса, он существует в нескольких российских городах. У подобных приходящих на дом салонов красоты есть две большие проблемы. 1. Одна мастерица в день может обслужить в среднем только три клиенток, попробуйте поездить из одного конца города в другой. В течение рабочего дня много времени тратится на дорогу и много времени тратится на разложиться-собраться у клиента дома. 2. Недобросовестность некоторых мастериц. Когда они приезжают к клиенту на дом, то запросто могут переманить его на обслуживание напрямую. Сам салон красоты при этом теряет повторных клиентов и, соответственно, прибыль. Есть проблемы и у стационарных салонов красоты. 1. Основная проблема – именно стационарность. Если салон расположен не на пересечении людских потоков, привлечь к себе новых клиентов достаточно проблематично. Я вижу в своем городе множество таких салонов, обычно переделанных из квартир на первых этажах жилых домов. В них достаточно редко открывается входная дверь. 2. Вторая проблема. Проблема – высокая арендная плата, если помещение находится не в собственности. Наши городские власти каждый год регулярно повышают арендную плату, вне зависимости от положения в стране, кризис, не кризис, а плата всегда только повышается. Настоящий мобильный салон красоты на колесах лишен этих недостатков. 1. Он находится в собственности у владельца бизнеса и высокая арендная плата ему не грозит, если, конечно, ему не приходится платить за стоянку. 2. Он размещается рядом с большим скоплением людей, по принципу своей работы. 3. Ему не надо тратиться на рекламу, он – сама реклама. 4. Все мастера в салоне находятся под присмотром. 5. Рабочее место оборудовано всем необходимым, не нужно тратить время на – сложить-разложить. Конечно, такому салону красоты приходится тратиться на бензин. 6. Но это только чтобы доехать. 7. Зимой, конечно, придется подумать над обогревом салона изнутри. Но если в нашем городе как-то выживают стационарные продуктовые палатки без централизованного отопления, видела в них какие-то отдельно подключаемые регулируемые обогреватели, то и такой салон. 7. Может таким же образом выжить в холодный сезон? 8. Вообще, не нужно думать, что в России мобильный бизнес невозможен. 9. Есть у нас и офисы на колесах, и бани на колесах, есть даже мобильная почта и мобильные отделения Сбербанка. Я даже сама пользовалась подобными сервисами, читайте российский передвижной офис. 10. Что до меня, то я с удовольствием посетила бы такой салон. 11. Идешь так по городу, торопишься, как всегда. Тут, бац, натыкаешься на салон красоты, в который можно сразу зайти и подстричься, а я тут своему привычному мастеру по прическам уже два месяца не могу позвонить, хотя обросло дальше некуда. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok